Всем привет! Смотрим с вами очередной бой группового этапа турнира Кубок Наций по игре Тотом Воротила Дополнение Эпоха Карла Великого И в этом матче встречаются Вестфалия под управлением американского игрока ФЛТК И его противником в данном матче будет Ломбардия или Ломбарды Под управлением также североамериканского, только на этот раз канадского игрока Из клана Фёрст Гвардс, то есть первые защитники Ник у этого игрока Покопакс Смотрим составы, что взяла Вестфалия Во-первых, стрелки, первая линия, лучники-новобранцы, один отряд и два отряда обычных лучников За ними по центру стоят отряд копьеносцев и копейщики Плюс здесь же воины со скромосаксами, мечники Плюс генерал-хранитель очага По флангам мы наблюдаем опять же копейщиков, это ветераны-копейщики справа Ветераны-копейщики слева по два отряда Здесь же кавалерия Вестфалии Слева два конных разведчика Справа аналогично два конных разведчика И по центру еще три кавалерии, это саксонская конница Вот такой вот состав Вестфалии Теперь смотрим состав ломбардов По центру копейщики Справа слева копейщики-новобранцы Опять же по центру идут мечники В данном случае это мечники Гастальда, тяжелая пехота с мечами Плюс здесь же генерал-гвардейцы Гастальда, тяжелая кавалерия ближнего боя И по флангам мечников прикрывают ломбардские конники Средняя кавалерия ближнего боя Фланги справа копейщики-новобранцы Плюс здесь же ломбардские топорники И новобранцы с топорами По два отряда каждого типа И здесь же также ломбардские конники Один отряд с фланга На левом фланге копейщики-новобранцы Ломбардские топорники, новобранцы с топорами И опять же ломбардские конники Вот такой вот состав у ломбардов И стартуем бой Балансный состав со стороны Хотя нет, я бы не сказал, что это балансный Все-таки состав достаточно такой сильный Именно в рукопашном плане Но в то же время есть три стрелка И достаточно много копейщиков Говорит о том, что все-таки от обороны Прежде всего настроены работать Армия Вестфалии В то же время противник Чисто рашевый состав, причем очень много топоров Но самое интересное, что Покопакс Почему-то не взял очень серьезную Ударную кавалерию ломбардов Это одна из двух фракций Которая обладает вообще ударной кавалерией В принципе в этом дополнении То есть авары и ломбарды Очень странно то, что он взял Вместо ударки вот этих ломбардских конников Конечно, странный выбор Ну и смотрим, что здесь делают противники Мы видим, что Покопак свои фланги Отводит от центра Видимо, хотим охватить противника Но мы видим, что На это ФЛТК отвечает тем, что Он смещается влево И видимо будет разбирать по очереди фланги То есть я так подозреваю Планируется атака вот сюда вот У него Мы видим, что он выводит стрелков И Причем сразу четыре отряда Будут воевать против вот этого фланга Вот направляет он сюда Во-первых, армию перестраивает То есть смещается Планирует, я так понимаю, по частям Просто-напросто разбирать противника То есть уничтожить его сначала вот этот фланг Потом центр И второй вот фланг Левый ломбардов Он вообще участие в бою При таком раскладе принять не сможет Пошло столкновение Уже атакует кавалерия ломбардов Вестфолийскую кавалерию Тут небольшой обстрел был Столкновение кавалерии и пехоты Топорники на всех парах бегут ветеранам-копейщикам Но здесь, конечно, надо было фаланги уже врубать По Капаксу Но он этого не стал делать Встречает удары топорников Отрядами Просто в лобовую Ну, естественно, что сейчас Очень серьезные потери будут у этих ветеранов-копейщиков Хотя даже при таком раскладе Они достаточно уверенно приняли натиск Тут же фланг Покапакса Начинает обходить Очень-очень неплохо тут получается Причем мы видим, что не до конца Отвел свою армию От противоположного фланга противника ФМТК Который управляет Желтые значки Это у нас Вестфалия Для кого сложно запоминать На самом деле игроков Наверное, проще мне говорить по фракциям То есть получается у нас Ломбарды Очень неплохо атакуют На правом фланге Хотя здесь определенные ошибки Зачем Бежать за кавалерией Своей пехоты Когда можно проводить И вот сюда вот бить По тылам противника Очень неплохо Также разворачивается Атака и на левом фланге Хотя Сталкивается она С достаточно серьезным сопротивлением Вестфалии Мы видим Блокируют они Своими копейщиками Продвижение противника Но при этом И по центру Аналогичная ситуация Пытаются здесь прорубиться Атакующие отряды Ломбардов Но как-то у них все слабо получается Копейщики Очень неплохо держат удар Мы видим Хоть они и паникуют Вот один отряд убежал Второй вроде как еще стоит Но против Такого количества Пехоты противников Вдвоем держаться так долго Очень конечно здорово На противоположном фланге Идут Такие же бои С переменным успехом Как со стороны Вестфалии Так и со стороны Ломбардов Очень неплохо все выглядит И по прежнему Держится центр Теперь будет Столкновение мечников Здесь кромосаксы Уже заранее встали В стену щитов Конечно тяжеловато Противнику Будет их прорубить Надо безусловно Бить С С тыла и фланга Параллельно еще Вырубать вот этих вот Стрелков К ним кстати говоря И прорывается Вот кавалерия Ломбардии То есть мы видим Вот они Наступающие силы Ну и неплохой Вот этот натиск С левого фланга Увечался успехом Для Ломбардов Понемножку Не разбирает Противника Хотя вот здесь Вот отвечает им Такими серьезными ударами Армия Вестфалии Вот здесь вот Окружили двух топоров Плюс Вот здесь вот Неплохая Оборона мечников Ну хотя вот Тылы По факту Оказались практически Неприкрытыми У Вестфалии Здесь активно Работает кавалерия Как с одной Так и с другой стороны Но мы видим Разрозненные отряды Вот У Вестфалии Здесь в разных Они совершенно Местах стоят Естественно Что Это благотворно Не сказывается На обороне При этом Активно Активно Перехватывает Тут противника Своей кавалерии Превосходной Вестфалия Уничтожает Понемногу Кавалерийские отряды Естественно Старается Не пускать К своим стрелкам Противника Которые Очень активно Здесь отстреливают Вот в данном случае Я так понимаю Копейщиков Собираются Пострелять И мы видим Что постепенно Подсдуваются Отряды У Ломбардов Хотя Очень Очень неплохо Начали Атаковали Но вот это Несомненно Самый ключевой Сейчас момент Выдержит Легенерал Удар Двух кавалерий Вестфалии Если он погибнет То будет очень плохо Вестфалия Я думаю Точнее не Вестфалия А Ломбарды Просто посыпятся Поэтому Тачат сюда Еще и топоры Покопакс Который управляет Этой самой Ломбардией Да вот Есть удар Все таки Выдержал Генерал Молодец Ну и здесь Очень Очень неплохо Сейчас все Складывается У ломбардов Конечно им Желательно Сейчас Свои отряды Как-то вот Не подставлять Под удары Противника Сгруппироваться Вместе Потому что Да Есть пехота Но она Достаточно Раздрознена Вместе Как-то Скомпоновать Нельзя Вот тащить Копейщиков Таким образом Сейчас Их просто-напросто Три отряда Лучников Расстреляют Ну и разобраться Как-то С вот этой Еще Кавалерией Предстоит Ломбардам Причем Мы видим Что начинает Фокусить Вражеского Генерала Вестфалия Пытается Тут Атаковать С двух Отрядов Но не Получается Генерал Тут раньше Расправляется С отрядом Который Был Его Противником В текущей Складке И Мы Видим Что Опять же Бьет Одним Отрядом Сначала Вестфалия По противнику Потом Вторым Но Держится Еще Держится Генерал Хотя Гибнут У него Один за Одним Солдаты В отряде И Мы Наблюдаем Что Вот Еще Одна Кавалерия Посыпалась У Вестфалии Проигрывает Она Убегает Ну и Что Здесь Осталось У Вестфалии Осталось Три Лучника Которые Очень Активно Отстреливает Копейщиков Очень Неудачно Вставших Во первых Сторона Где нет Щита Во вторых Спиной Стоят Ну и По факту Естественно Их очень Быстро Отстреливают Эти Лучники Топорников Они Еще Быстрее Отстрелят Тут Очень Слабая Броня Плюс Еще У Вестфалии Есть Два Мечника Ну Наверное Здесь Все-таки Достаточно Серьезное Преимущество У Вестфалии Ломбарды Вряд ли Затащат Этот бой Особенно Если Вестфалия Вспомнит Что у Него Здесь Стрелок Паникующий Точнее Стрелок Кавалерия Остаток Отряда Стоит Который Может Также Неплохо Помочь Эти Топоры Я думаю Что не Добегут Просто До Противника Так же Как и Генерала Сейчас Вот Зафокусит Эти Лучники Вы Видите Вот Фокусит Генеральский Отряд Командир Вестфалии Обстрел Огненными Стрелами Естественно Сейчас Начнется Паника Среди Этих Отрядов Пытается Спасти Своего Генерала Ломбарды Пытаются Спасти Но И Мы Видим Что Лучники Вот Здесь Вот Все Таки Этот Бой Вытаскивают Для Вестфалии Расстреливают Последние Отряды Топоров Топоры Тут Несут Урон Естественно Тут же Паника Из-за Огненных Стрел Плюс Потери Ну Три Отряда Они Не смогут Догнать Еще Один Мечник Паникует Ну И По Факту Здесь Получается Что Нечем Уже Воевать Просто Напросто То есть Неплохое Начало Неплохая Середина Но Вот Концовка Подкачала Все-таки Слились Ломбарды Не смогли Они Противника Уничтожить Плюс Здесь Гибнет Помководец У Ломбардов И Победа Вестфалии Хотя Очень тяжелая На грани Поражения Но все-таки Победа Смотрим Результаты Ломбарды Генерал Очень неплохо Сыграл Далее Мечники Гастальда Два отряда Счетырех Неплохо Сыграли Очень здорово Новобранцы С топорами Три отряда Счетырех Хорошие результаты Ломбарские Топорники Похуже Результаты На мой взгляд Но тоже Два отряда Счетырех Показали себя С лучшей стороны Ну и кавалерия Здесь конечно Провалилась Вообще не ясно Почему он взял Рукопашную Именно кавалерию А не кавалерию Ударную Которую бы Легко вынесло Вот это вот все То что как раз Принесло победу Вестфалии То есть мы видим Вот результаты Великолепные У кавалерии То есть два отряда Больше сотни Очень здорово 1.80 Как минимум Три отряда Из 7 Играли Очень здорово Ну Лучники Отстреляли Конечно Великолепно Но это Из-за того Что Ломбардам Просто-напросто Не хватило Кавалерии Для того Чтобы их Разогнать Вовремя Неплохо Сыграли Воины Со скромосаксами Все Три отряда Великолепно Отстояли Далее Ветераны Копейщики Очень здорово Все 4 отряда Очень-очень здорово Они держались Против топорников Ну и Обычные копейщики Отряд Копьеносцев Скромные Достаточно Результаты Генерал Также великолепно Конечно Вот До сих пор Для меня Загадкой является Почему взяты Именно эти Отряды А не отряды Ударки Которые были бы Гораздо Эффективнее В данном сражении Против Вестфалии Обладающей Достаточно Сильной Кавалерией Смотрим Второй бой Данных Противников Что здесь Здесь вот Наконец-то Взято На нормальная Ударка Но вот это Наверное Лишнее Три Рукопашных Отряда Кавалерии Надо было Взять Все-таки Другую Пехоту Но Мы видим Что здесь Какие-то Новые Отряды Появились Судя По всему С дубинками Смотрим Составы Естественно Прежде всего Интересно Что взял На этот бой Покопакс Играющий За ломбардию И так Левый фланг Лучники Копейщики Ломбарские Топорники И ударная Кавалерия Ломбарские Пекинеры Легкая Ударная Конница С правого Фланга Опять же Лучники Копейщики Два Ломбарских Топорника Средних И легкая Кавалерия Ударная Ломбарские Пекинеры То есть Очень неплохо По флангам По центру Копейщики Новобранцы Кавалерия Это Конница Гастальда Три отряда Плюс Генерал Гвардейцы Гастальда И пехота Представлена Ломбарскими Новобранцами На самом деле Ослабление Пехотной Компоненты Тоже непонятно Чем обусловлено И так Не хватало Ее Предыдущем Бою Ломбардом Против Противника Такого Вот Как Вестфалия Но Все таки Вот такой вот Странный Опять же Подбор состава Видимо Планируется Прежде всего Использовать Хорошо Кавалерию Но посмотрим Насколько Это получится Итак Смотрим Теперь состав Вестфалии Первая линия Отряд копьяносцев Два отряда По центру По центру Далее По центру Воины Со скромосаксами Три отряда Средней Пехоты С мечами Далее Два лучника Лучник и лучник Новобранец И здесь же Генерал Хранителя Чига По флангам Опять же Ветераны Копейщики Великолепно Отстоявшие В первом бою И здесь же Кавалерия Она представлена Конными Разведчиками И с аксонской Конницей По два Отряда Каждого Типа С каждого Фланга То есть Всего Восемь кавалерий Запускаем бой Тяжелая победа Вестфалии Но вот Во втором бою Конечно Будет ей еще Тяжелее Потому что Очень много Кавалерий У противника Аж Восемь отрядов Столько же Сколько У Вестфалии И сейчас Мы посмотрим Что же Здесь будет В бою На этот раз Удастся ли Ломбардам Преодолеть Сопротивление Вестфалийцев Или все таки Вестфалия Затащит и второй Бой Так Пошли вперед Кавалеристы У Вестфалии Бьют Тут же Получником Не успел Он здесь Копейщик Отработать Удар Получником Был очень силен Мы видим Большая часть Отряда Просто Был уничтожен И конечно Плохо Здесь сыграл Пока Пакс Генерал Ломбардов Аналогичное Действие Смотрю На противоположном Фланге Но вот Здесь Вот он Успел Перекрыть Копейщиком Здесь же Видите Всего 15 Век Потеряно Практически Полностью Уничтожен Отряд Лучников У Ломбардов Опять Пошла Работать Кавалерия Вестфалии Вот С тыла Заходит Начинает Расстреливать Есть у нее Несколько Выстрелов Расстреливать Отряды Пехоты Противника И Медленно Медленно Но Ломбарды Продвигаются Своей Пехотой К армии Противника К центру Армии Противника На самом деле Я не знаю Для чего Так прям Стремиться В атаку Такими вот Слабыми Отрядами Покапакс Потому что Скромосакс Гораздо Сильнее В ближнем Бою Естественно Они снесут Все это дело Даже с учетом Стены щитов Хотя и с этой стороны Она тоже Наверняка Будет То есть Ну Связать боем Центр Противника При этом Попытаться Я так понимаю Прорвать Фланги Каким-то Образом Пошла Вперед Ударка Здесь Вот она С фланга Пыталась Обойти Проатаковать Кавалерию Противника Но здесь Конечно Если Ломбарды Планируют Выиграть Надо им Очень аккуратно Свою Ударку Применять Потому что Именно Она Как раз И Предназначена Для того Чтобы Разбираться С вот Этими Конными Разведчиками Тем Временем Добивает Лучников Еще Одним Ну и Пошла Атака Вот Два Копейщика Здесь Очень Неплохо Опять Встали Держат Оборону Причем Опять же Даже Не Используя Флангу Плюс Здесь Кавалерия Бьет Ну Точнее Не бьет Я так понимаю Стрелять Хотел Нет И боеприпасов Нет Да Опять же Повторяется Ситуация Неплохая Така По флангам Идет У Ломбардов Бьют Они Вот здесь Кавалерию Противника Плюс Лучники Отстреливают Конечно И Вестфалия Здесь Может Обойти Но Занят Главнокомандующий Вестфалии Потому что И на противоположном Фланге Очень активные Действия Мы видим Атака Ломбардов Кстати говоря Очень неплохая Атака Здесь Довольно Значительное Преимущество У них Создается То есть Вместил Практически Половину Центра Генерал Ломбардов На Левый Фланг Свой И здесь Очень неплохо У него Атака Разворачивается Разбирает Он Понемногу Отряды Противника Три Кавалерии И два Копейчика Здесь Собраны У Вестфалии Но в то же Время Мы видим Все таки Да Вот Посливались Его Новобранцы Ломбардские Не смогли Они Пробить Оборону Скромосаксов Воинов То есть Все три Отряда Убежали Причем Скромосаксы Как таковые Практически Потери Не понесли Единственный Вот отряд Который Сейчас Сливается И то Это От удара Кавалерии Тем временем На противоположном Фланге Все таки Затащили Вестфальцы Вестфалийцы Атаку Противника То есть Связали Боем И сейчас Вот добивают Последние Отряды Причем Достаточно Быстро Это все Происходит И Повторяется Практически Ситуация Из Первого Боя Мы видим Что Левый фланг Ломбардия Продавила В то же время Центр Правый фланг Был уничтожен Наверное Здесь даже Ситуация Получше Обстоит Для Армии Вестфалии Потому что Они достаточно Уверенно Вот здесь Разобрали Понесли Достаточно Маленькие Потери Вот здесь Генерал Конец Целые Остались По центру Опять же Лучники Которых Здесь еще Могут Достать Их Ломбарды Потому что У них Есть Тут Два Как минимум Кавалерийских Отряда Вот здесь Вот третий Но правда Он сейчас Скорее всего Погибнет Противоборстве С вражескими Отрядами Все таки Ударка Не предназначена Для длительного Такого Ближнего Боя Группируется Вместе Оставшиеся Отряды Вестфалии Ну а Ломбарды Здесь Вот Три отряда Заняты Одним Копейщиком Очень тяжело Конечно Прорубить Их Я смотрю Даже Без фаланги Они держатся Очень Очень Жестко Против Противника И Опять Создается Преимущество Очень Причем Серьезное Преимущество Вестфалии Мы видим У них тут Большое Количество Пехоты Есть Даже И Кавалерия Тут Парочка Отрядов Ну а Ломбардов Конечно Ситуация Похуже Пехоты Всего Три Отряда И Три Отряда Кавалерии Нет Вру Четыре Отряда Пехоты Вот Здесь Вот Еще С тыла Подтягивается Остатки Отряда Копейщика Ну и Давайте Ускоримся Немного Два Удара По Воинам С Крамосаксом Тут же Они начинают Сыпаться Естественно Неплохие Удары Вот Ударка Отрабатывает Очень Здорово Дальше Непонятно Отступление Вот этого Копейщика Можно Был Конечно Встретить Противника Так Его Просто В спину Сейчас Расстреляют Встает Он Я так Понимаю В стену Щитов Нет В фалангу Копейщики Новобранцы Встали И опять Убегают То есть Подставляет Фактически Спину Своего Отряда Обстрел Противника Наверное Это Очень Такая Вот Плохая Ошибка Со стороны Покапакса Надо было Лицом Встречать Ну С Крамосаксой Понятное Дело Нанесли бы Определенный Урон Но он Был Меньше Чем Тот Который Понес Отряд Находясь спиной Противнику И ловя Все просто Выстремы В незащищенную Часть отряда Так Пошли в наступление Топоры Но тут конечно Кавалерия Должна Поддержать То есть Удар Кавалерии Здесь был бы Очень Своевременен И как раз Это сейчас И планирует Делать Покапакс Вот он Атакует Ломбарды Атакуют Кавалерия Пошла И Начинается Опять Непонятные Действия Надо было Конечно Бить Кавалерией То есть Снесли бы Как минимум Один отряд Вот этих Ветеранов Копейщиков Но видимо Решил Канадский Игрок Вот Проатаковать Вражеского Генерала Не знаю Насколько Это Правильное Решение Здесь конечно Это пары Должны Вот сюда Добавить Копейщики Прикрыть Тылы Ну и пошла Генеральская Кавалерия Вот здесь Завязли в бою Уже Стрелки Вряд ли Они смогут Стрелять Фокус На генерала Неплохой И опять же Генералом Скачет Туда Генерал Ломбардов Генеральский Отряд Но все таки Сворачивает Вот здесь Вот к стрелкам Стрелков Нужно было Давным Давно занять Уже боем Вот здесь Вот свободный Копейщик Сейчас как раз Этим и займется Ну и Кавалерия Могла бы Добавить Уже сейчас Удар Очень Очень Тяжелая Битва Конечно Надо топоры Быстрее двигать Чтобы они Копейщиков Разобрали Иначе Генерал Может погибнуть Генерал Очень серьезные Потери Несет Вполне Возможно Что сейчас Запаникует Просто Напросто Конечно Вот тут Лучники Затаскивает У Вестфали Очень неплохо Ошибка Наверное Была Вот Кавалерию Посылать На генеральский Отряд Надо было Разобрать Сначала Оставшиеся Войска У противника Со стороны Ломбардов То есть Очень Очень тяжелая Битва Пока Пока что Здесь Тащат Тащат Вестфалия Хотя Все Были Шансы На победу Ломбардов Они еще Остаются Оставались Точнее До гибели Генерала Генерал погиб Здесь уже Никаких шансов То есть Очень Две Упорных Битвы Мы видели Конечно Покапак Здесь Мог выиграть Что первую Что вторую В особенности Вот эту Вторую То есть У него тут Расклад был Очень неплохой Но К сожалению Одна Ошибка В конце Приводит К поражению Не стоило Атаковать Генерала Надо было Разбирать Остальную Часть Войска А так Получилось Что получилось И Смотрим Мы результаты Что показали Ломбарды Генерал Неплохо Хотя ниже Своих возможностей Очень неплохо Ломбардские Новобранцы Отыграли Хотя не смогли Пробить Скромосаксов Но нанесли им Существенные потери Как вы видите Далее Копейщики Не сыграли Ломбардские Топорники Один Всего лишь Из Четырех Сыграл Это конечно Плохо Если бы они Сыграли Кстати говоря Вполне возможно Что выиграл бы Этот бой Покапакс Который руководил Этими самыми Ломбардами Ну и вот Кавалерия Себя очень неплохо Проявила Конница Гастальда Два отряда Из трех Очень здорово И ударка Три отряда Из четырех Также здорово Отыграла Далее Вестфалия Неплохо Генерал Очень здорово Сыграли Опять ветераны Копейщики Три отряда Из четырех Далее Скромосаксы Все три отряда Неплохо Лучники Также неплохо Оба отряда Ну и по кавалерии Здесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть отрядов Из семи Очень здорово Причем Два из них Больше сотни Один больше двухсот Очень здорово Конечно Кавалерия Затащила По факту Вестфали Этот бой Ну и плюс Копейщики Конечно Вот эти ветераны Копейщики Удивляют Просто великолепно Держатся Даже против топорников Очень неплохо Себя проявляют И на этом все Спасибо за то Что вы Смотрели данное видео Надеюсь оно было Интересным для вас Не забывайте Ставить лайки Подписывайтесь на канал Пишите ваши комментарии Вопросы Предложения И всего вам доброго